Всем привет! Друзья мои, что сегодня происходит? Не могу никак проснуться. То ли бурит, то ли Меркурий шалит. Кто в курсе? А шляпку, кстати, у мужа прихватизировала. Как мне она? Ну так, сегодня что у нас по плану? Расскажу, как мы построили забор. В одном из видео мы начинали его с вами строить. Потом у меня ведь здесь самая обычная жизнь. Ко мне и гости приезжают. Покажу, как встречаем гостей. Ну и что делаем, когда гости уезжают? Раннее утро. Тишина. Так, гостей будем угощать стейком. Тут маринованная паприка горькая. Немецкие колбаски, да? И вот такие колбаски купили. Картошка. Там еще ее сделают, да? В духовке. Здесь лучок к салатику готовится. Я его уже, кстати, сбрызнула лимончиком. Посолила, да? Такая клубничка. Это зелень собственного огорода. Запаслись боеприпасами. И вот подготовлена посуда. Мы с Олюшкой будем чай пить. Мороженое. Сюда морс нальем. Ну и в общем на выбор гостям напитки. Ничего не рекламирую, но мы являемся поклонниками фирмы ВМФ. И вот у нас есть такой набор для стейков. Сегодня как раз мы его и применим. Вилки и ножи такой интересной формы. Очень острые. И пользуемся, естественно, этим мы не ежедневно. В ежедневной жизни у нас совершенно другие приборы. Тоже этой же фирмы. Кастрюли у нас этой фирмы. Все очень качественное. Вот такие ножи и вилки. Есть еще ложки, да? У нас на постоянной основе мы их используем. На десерт у нас будет мороженое с клубникой. Вот как раз попробуем этот премиум класс. Никогда не покупали. Обычно я люблю просто белое мороженое. Но только гости, хочется их порадовать какой-то вкуснятинкой. Расположиться планируем здесь на террасе. Здесь как раз будет тень к их приезду. Ну и, конечно, гриль. Как без него. Вот так. Чугун, все дела. Очень удобно регулируется высота, да? Видите? А, это открывает дверцу, чтобы уголь убрать. А вот это регулирует высоту. Очень удобно, что эта полочка опускается. Все вот эти штучки открываются. В общем, вот так. Максик тоже ждет гостей. Да, Максик? Ждешь гостей? Жарпа. Платье подготовлено. Пока она на левой стороне, да? Но потом покажу вам. И, слушайте, приношу извинения, да? Не показала, какой была еда. Потому что с Ольгой и с Жан-Пьером мы не виделись целый год. И как встретились, я забыла и про камеру, и про то, что я блогер. Но, я думаю, вы знаете, как выглядит примерно стейк. Жаренный на углях. Так, еще хочу показать, какую нам Ольга с Жан-Пьером подарили красоту. Во-первых, это можно подвесить, да? За крюк. Куда-то повыше будет шикарно смотреться. Во-вторых, ну, это я тут уже открыла. Потому что мне с камерой сложно это сделать. Вот так можно открыть, полить, да? Цветочек заменить, если вдруг что-то с этим приключится. Можно здесь, да? Дверочка открывается, леечкой полить. Ну, согласитесь, великолепно. В стиле Прованс. Очень красиво. С гостями мы пробыли два дня. Поэтому у нас была, естественно, развлекательная программа. А вот сходили в монастырь. Любовались местными пейзажами. И время пролетело мгновенно. Итак, гостей проводили. А теперь работать, не покладая рук. И делаем мы это все только для того, чтобы выпустить Максика на свободу. Хватит ему сидеть на цепи. Много получила таких комментариев. Ну что ж, вот наш забор, который нужно сейчас довести до ума окончательно. Значит, вот у меня задача какая стоит. К этой проволоке, которая натянута, нужно мне прикрутить сетку рабицу. У меня есть вот такой инструмент. Вот эти, кстати, крючки не понадобятся. И сейчас я вам покажу, как я это буду легко и непринужденно крепить. Беру вот такой инструмент. Затем берем вот такую скобу и крепим. В одной руке у меня камера. И я надеюсь, что вы поймете принцип работы этого инструмента. Совладать с ним может даже хрупкая женщина. Вот получается такая красота. Макс, давай проверь, как тут прорвешься ты. Найдешь какое отверстие или нет. Вот так вот. Практически даром получился вот такой забор у нас. Вниз от кошек и собак закрыли. А то тут многие нас навещали. Теперь вот так. Это ворота. Здесь можно будет, если что, заехать в большой машине. Если мы какой-то большой груз привезем. Так что вот так. Еще, наверное, по низу камней подложим. Значит, тут у нас для жесткости натянута две проволоки вот таких. И закрутила я. Я вам показывала, как делала. И так на протяжении всей длины закрутки. И все прочее. Без всяких калиток. Тут не надо никуда выходить. Поверху вот так. Очень красиво тоже получилось. Но зато враг не пройдет. Видите тут как. И, во-первых, кстати, на такой забор, да, если кто-то его захочет перелезть. Понятно, кто захочет, тот это сделает. Но если ради баловства. То на него же практически никак не опереться. И поэтому, в принципе, знаете, если вы хотите по-быстрому что-то загородить. Макс такой в задумчивости слушает. Кто-то разговаривает. Если вы хотите что-то по-быстрому загородить. Вот такая вам идея в помощь. Ну, поскольку день мой заканчивается вот так, это я вам тоже должна показать, да, но сначала история. Сейчас так смеялась. Заходит муж, я говорю ему, ну, посмотри, посмотри, скажи, что очень красиво. У меня в руке вот этот ножик, я булочки маслом мажу. Он говорит, как ты считаешь, какой должен быть ответ, когда у тебя в руках нож? Ну, вот логика мужчин меня всегда так умиляет. Ну, а я, конечно же, вчера получала всевозможные гостинцы, да, от своих соседей. Их тоже одаривала. Но сегодня меня еще угостили вот эта, значит, банница с лукумом. И я напекла булочки. Сейчас тоже отправлюсь с ответным визитом. Кстати, без хвастовства у меня всегда очень хорошее тесто получается. У меня легкая рука и булочки у меня очень воздушные. Вот не знаю, как их поломать, чтобы показать вам, да. Но сейчас попробую. Такие, посмотрите, тесто как пух. Ну, внизу напишу рецепт, попробуйте, сделайте. Главное, знаете, я никогда не замешиваю тесто вот на булке, да, на какую-то сдобу. Очень круто. Лучше пусть оно чуть-чуть к рукам прилипает, да, Их смажете маслицем, и все будет нормально. Чем вот когда тесто, знаете, как камень. И поэтому булки невкусные. А я, наоборот, всегда делаю тесто такое очень легкое. Больше маслица растительного наливаю. И булочки у меня вкусные, сдобные. Что ж, вот так и прошли наши выходные. Если вам понравилось, обязательно поставьте автору лайк. Обязательно подпишитесь, новички, на мой канал. И до скорой встречи, мои дорогие друзья. Обнимаю. Пока-пока.